Мы тут кушаем и вот каждый раз все делаем, каждый раз все показать, что-то забываю. Вот такая вот штука. Нет, вот именно из фасоли получается. Можно делать твердое, можно более жидкое. Это все дело просто вот мажется на хлеб, можно просто вот кушать, взять вот так вот положить, только, ну видите, какое жестко. Можно сделать какой-то типа там кругляшок, что-нибудь украсить, короче, и это очень вкусно. Это фасоль, а это Оля сделала сыр, как называется, моцарелла, да? Там ландлер и этот бри плавленый, но лучше бри не лазить, у него такой немножко горчинка в конце есть, лучше сливочный. И вот видите, Милана мажет на хлеб, получается просто великолепно, вкусно. И вот эти, это, кстати, еще похоже на, есть же вот эта штука называется еврейская, это в баночках, как там из нута делают. Забыл, как называется эта штука. Короче, есть похожие консистенции хумус, да, называется, они нут, перемалывают. Принцип тот же, да, только там вместо вот этой фасоли нут. Кстати, мы можем тоже нут также сварить и попробовать. Нет, сливочного, я думаю, там оливковое масло. Да. И смотрите, какое количество, целая сковорода, вот помазать вот такую штуку, просто офигенно вкусно. Очень похоже даже чем-то на мясной паштет, потому что я вот детский паштет кушаю, ну да, и вот прям практически вот не отличить, такое прям состояние такое, как будто паштет кушаешь. И вот веганы, наверное, так и спасаются. Не, ну просто вот такие штуки, таких маленьких баночков в мэтрах, ну супермаркетах, продают за такие суммы, не знаю, там вот эта баночка 300-500 рублей, вы можете купить просто фасоль и сделать. Ну здесь две баночки, здесь, ну грубо говоря, тысяча рублей будут стоить. Что? А, если как хумус купить. Как хумус, да, вот вам тысяча рублей. А это у вас фасоль может во дворе просто расти в вагон. Ну или нут тоже самое. И нут тоже, да, кто не знает, посмотрите, что такое. Ну что-то типа, знаете, гороха, только чуть вкус другой. Там кедровые орешки иногда добавляют, какую-то зеленушку. Ну, в принципе такой же там. Да, и вот целый вагон вам такой штуки. Кстати, сюда сыр с чесноком я тоже добавила хмель и сунель, вот эту приправу. Да, она вкусная, этот дает, этот такой. Вообще мне нравится сыр с чесноком в оригинале, как в детстве, но так как тут сыр бри, и вот эту вот немножечко горчинку дает. Я хотела ее чем-то заглушить и туда тоже добавила. В принципе, нормально получилось. Вкусно же, да, Милан, такой бутерброд? Кстати, сыр, вот этот хлеб режешь, так, хлеб пряжет папа у нас. Толщина хлеба офигенная. Вот. Я вот этот сыр не натирала, вот, то есть не стояла, не мучилась. Я просто его разломала кусочками, ламблер, вот этот твердый сыр, и просто вот этот вот, как она называется, железный вот этот вот. Угу, толкучка. Не толкучка, которая крутится. Ну вот это я взбивала. Я понял, понял. Браун фирма. Миксером, короче. Блендером. Ну не блендером, погружной. Вот. Погружной чего-то там. Да. Все, мозги не работают. Короче, к чему, что такие штуки можно дома делать. Они просто супер вкусные. Это можно к любому столу подать. Ну, богато и дорого. Вот. Делайте. Да, в кастрюле богато и дорого. Да. Мы просто в кастрюле это зафигарили и все едим. А если это положить в какую-нибудь чашечку, красиво оформить, сверху положить одну штучку оливки, оливку, красиво, граната, одно зернышко. И будет просто элита. Ваши гости скажут, что это такое? А вы что-нибудь такое, изысканное что-нибудь. Это итальянская там какая-нибудь фигня. Вот с Эдгаром разговаривали. Хочу как-нибудь у гостей придут. Вот сделайте вот эту с фасолью штуку и вот эту кашу хориса. Да. И также вот сбоку положите вот эту фасоль, там ее вот так украсить, симпатично все сделать и посмотреть. Реакцию. Да. Будет ли это все. Вы сказали, что мы это заказали из итальянского ресторана. Он только открылся. Почему итальянского? Из-за армянского? Не-не-не, что-нибудь такое типа. А что-нибудь вай-вай там. Изысканное все. Все очень дорого. Чтобы офигевали. Я думаю, что они поверят. Нефиг делать. Вот так вот. Из простых вещей можно делать офигенные штуки. А так иногда хочется стол красивый, там сервировку, вот это все сделать. Ну, Эдгар не дает. Он садится быстрее кушать. И вот так вот кастрюлики прямо. Вот так что я тут поотмазываюсь, чуть-чуть посижу. Да нафиг надо ждать, пока это все сервировалось. Достал кастрюлю, поставил. Можно было. Я вообще не хотела, чтобы на большой кастрюле, я думала, в чеплашку куда-нибудь положу, по чуть-чуть съели, еще подложили туда. А тут... Это, короче, целая история. На широкую, как ногу, как... Раз, кастрюльку достал, вторую поставил, хлебом взял, нарезал, вот, чтобы толщина хлеба была прям нормальная такая. Ну, зато цветочки красиво стоят. И все, и сел покушать. Сейчас я поем, а потом будем пить вкуснейший чай. И смотреть, что там в мире происходит. Да, лучше не смотреть. Да. А теперь будем пить чаек. Вот. Я постоянно сейчас пью вот такой вот чай. Greenfield Tropical Sunset. Офигенный чай. В таких вот упаковках. Выглядит вот в таких треугольниках. Из Greenfield на данный момент для меня это самый вкусный. Такой особенный вкус. Я его могу бесконечно пить. А бесит больше всего, когда вот так вот пакетик падает туда. Веревочка. Ну, ладно. Заваривается, короче. Пока это все дело заваривается. Я вам покажу, как Оля кушает эксклюзивно. Это не я со своими сковородками, кастрюлями. Работаю только с исходниками. С ископаемыми. А Оля, видите, какой эксклюзив. Вот оно. Приятного мне аппетита. Да. Видите, как? Вот это фасоль. Вот эта штука. Это наш хлеб. Сверху вот сыр. И вот это офигенное блюдо Оли. Мы только что этого всего съели. Наелись так, что просто очень хорошее ощущение. Вот так. Не будем мешать, Оля. Всем приятного. Эксклюзивно кушать. Мы будем эксклюзивно пить чай. Этот фасоль с горловым намного вкуснее. Да? Да. Вот так. Вот так.